Тут сейчас вручу небольшие пакетики с книжками, но это не все. Почти тысячу книжек увезут в дом-интернат для ветеранов войны и инвалидов, а также в исправительную колонию. По 60 достанется каждому детскому дому Барнаула. Акцию организовали впервые. Собрать удалось не только произведения русских классиков, горожане приносили и литературу алтайских авторов. Например, Лидия Калашникова подарила свои сказки и притчи. Писать она начала еще в 15 лет, но свою первую книгу издала за свой счет только когда стала бабушкой. Ну а потом годы, когда начинают поджимать, и начинаешь думать, что же я вот эти черновики рукописные оставлю своим потомкам. А у меня все-таки двое детей, пятеро внуков, трое пока правнуков. Рассказывать, что лучшие сюжеты приходят на ум случайно, поэтому всегда под рукой ручка и листок. Только после редактируют на компьютере. Лидия через свои произведения говорит с детьми на самые разные темы. У нее есть сказки и с научной тематикой, и про любовь. Объединяют их фантастические герои и добрый финал. В жизни есть чудо. Чудо зависит во многом от нас. И сказка помогает в этом. Я с детьми разговариваю, как со взрослыми стараюсь. И я их воспринимаю, я их уважаю, и я считаю, что они очень много могут понять. И мы иногда недооцениваем, тютюськаемся с ними. А они гораздо больше понимают, чем мы думаем. Поэтому на разные темы. 12-летний Алексей оказался среди тех, кто одним из первых сможет прочитать книги, подаренные барнаульцами. Читать он любит. Даже на Новый год у Деда Мороза попросил не компьютерную игру, а книгу. Если, допустим, ребенок не будет читать книгу, то он не будет развиваться. Надо стремиться, надо же усилия какие-то прилагать. А вот, допустим, человек хочет стать бизнесменом, а потом не будет никак стремиться. А потом 20 лет наступит, а он где-нибудь там на погребах сидит. Алексей сидеть на погребах не планирует. В будущем хочет стать программистом и считает, что чтение поможет ему в профессии. А тем временем организаторы акции надеются, что их проект станет ежегодным. И в следующем году удастся обновить библиотеки в детских домах районов края. Анна Ирбис, Николай Шелко. День с толком.